Привет, просветители! На прошлой неделе сразу же несколько государственных мужей и жен Мы здесь не сексисты Обратили внимание общественности на преподавание истории в школе Изучение Великой Отечественной войны 9 мая не за горами Школьные учебники И еще Яровая предложила вести новый урок для началки Странно, что не сразу же несколько предметов Пакетом Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте Конечно, пройти мимо такого инфоповода я не мог Так как мы с вами та самая общественность В большей или меньшей степени Да и опыт преподавания истории у меня за плечами имеется Ммм, вы филолог по образованию? Будете вести историю? У нас учителей нет До сих пор еще, знаете, вот открываю некоторые учебники школьные С удивлением смотрю, что там написано Как будто не про нас Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия Просто удивительно Все что угодно там написано На втором фронте только про Сталинградскую битву ничего не сказано И как у нас обычно бывает после таких выступлений Всем миром бросились искать этот самый учебник Кто же посмел о Сталинградской битве не рассказать? Юмористами из ВКшечки выдвигались предположения, что это учебник химии или физики Выявили учебник, он 13-го года, учебник по истории России за 11 класс, где как раз именно в Сталинградской битве и другим вопросам не уделяется должного внимания Меня очень удивил ответ Кравцова, потому что до этого я был уверен, что речь об учебнике по всемирной истории Или курсе России и мир В котором, вполне логично, на подробнейшее изучение Сталинградской битвы просто часов бы не хватило Изучается история всего мира Спасибо, Кэп Как вы думаете, кто оказался прав? Ну, даже не знаю Журналисты, конечно же, связались с авторами теперь уже практически запрещенной книги Добро пожаловать к Манге Аниме Этот учебник Россия в мире, то есть не посвященный истории России, а посвященный мировой истории и на ее фоне российской истории На мой взгляд, претензии беспочвены Мы прекрасно сознавали, какой контент мы создаем и как нужно показать роль Советского Союза в войне Судя по всему, не так уж и прекрасно Сталинградская битва отражена в двух параграфах учебника Отражена в документе к одному из параграфов Есть сравнительная таблица военных действий Где показывается, что наша битва значительно более крупное событие для переломного хода войны Есть цветная вклерика, есть фотографии, то есть вполне достаточный материал И да, действительно, вот вам и текст, и таблица Да, я не поленился найти этот учебник Но как там Белософия и Ротару? Только этого мало Задумывался этот курс как результат и синтез изучения курсов истории России и всеобщей истории Как своего рода подготовка в выпускном классе к ЕГЭ Поэтому речь идет не об усвоении нового учебного материала по Сталинградской битве Или какой-либо другой теме А повторительно об общающей учебной задачи И да, действительно, к этому моменту одиннадцатиклассники должны знать про Сталинградскую битву Но раз уж критика прозвучала, простите Прививать любовь к родине с молоду Так воспитывают ребят в детском саде Ручеек на Яграх В преддверии Дня Победы более двухсот воспитанников устроили концерт Мальчики продемонстрировали свою физическую подготовку Если убрать, безусловно, особое отношение к Великой Отечественной войне Которое, внимание, по моему мнению, и должно присутствовать Точно такие же недочеты можно найти практически в любом учебнике Почему в учебнике для одиннадцатиклассников не рассказывается подробно, к примеру, о депричастиях Или теорем Пифагора Они что, не важны? Нет, просто об этом подробно говорили раньше Ну, так-то да Но можно было бы еще раз и подробно Нравится нам или нет, но учебники для старших классов, по идее, должны готовить к экзаменам По факту они особо это не делают Потому что ЕГЭ и программа живут какими-то совсем особыми жизнями Но тем не менее Если конечной, реальной целью обучения истории является сдача единого государственного экзамена Не стоит удивляться, что ни о каком подробном изучении той или иной темы в одиннадцатом классе речи, в общем-то, не идет А когда? Надо к ЕГЭ готовиться? Нет, конечно, по бумагам мы изучаем историю, чтобы... Вставьте любые красивые слова, которые вам нравятся Только вот оценивать, что преподавателя, что ученика будут по результатам ЕГЭ И вот в этом случае галопом по Европам вполне возможно будет выгоднее Не случайно автор учебника и сказал, что книга задумывалась как помощник для подготовки к экзамену Отсюда и сжатый материал Но нет, экзамен это одно, учеб другое Бойцы бронебойного взвода стреляют по танкам врага Израненным им не подняться под сильным прицельным огнем Недавно их было 17, теперь они только вдвоем Но вся эта история с учебником истории это только цветочки То, что последовало дальше, гораздо интереснее Вот просто в разы Министерство просвещения проведет полный анализ всех учебных программ, которые используют в российских школах Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов Отлично, а до выступления президента министерство просвещения не знало, что анализ программы учебников его первостепенная задача? Раз вы и сейчас решили анализ и проверку провести, то до этого счастливого момента вы их что, не проводили? Программы и учебники сами собой в школу залетали? Нет, но по некоторым учебным пособиям об этом можно было догадаться А давайте проверим, по каким учебникам учатся дети А давайте О, студенты на березу залезают, чтобы сеть поймать А давайте узнаем, все ли населенные пункты страны готовы к дистанционке О, дети на поле улеглись, чтобы до ближайшей школы 9 километров не топать Хм, давайте поинтересуемся, доступны ли школы и детские сады? А давайте уже без давайте Нет А теперь не оцениваем содержание вредного учебника А просто смотрим на ситуацию Почему о том, что в учебных заведениях работают по неправильным пособиям И которые, кстати, вы сами в итоге посчитали неправильными Министерство просвещения Просвещение, блин Сообщает президент И тут, как мне кажется, два варианта Либо с учебником все в порядке И вы просто испугались сейчас реакции главы государства Либо вы вообще ничего не проверяете Ну или, по крайней мере, делаете это выборочно Выборочно ничего не проверяете Ой, и откуда на ютубе появляются ролики бред в российских учебниках? Даже не знаю Воспитанники дошкольных учреждений пришли на мероприятия с портретами своих прадедов Детей познакомили с историей Десногорского мемориала Как он образовался, кто захоронен в могилах у подножия Ребята вспомнили, как маршируют войны на параде в Москве И прочитали стихи Беда, как говорится, не приходит одна Обычно целым пакетом По-моему, на первой шутке про пакет Яровой надо было остановиться Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в начальных школах Новый предмет под названием «Моя Россия» Об изучении истории страны Мы все хорошо знаем, с какого класса начинается изучение истории И, конечно, весьма странно выглядит ситуация Что историю Великой Отечественной войны у нас дети изучают Только в старших классах впервые Идея, конечно, замечательная И если не иметь никакого представления о том, что происходит в современной школе Даже необходимая Только вот, я не случайно в этом ролике использовал кадры из детских садиков О войне детям рассказывают и в детском саду Мероприятия, посвященные истории Великой Отечественной войны Сопровождают ребенка ежегодно Подчеркну это слово С детского сада Если государственный деятель заявляет, что школьники начинают изучать войну только в старшей школе Этот человек не очень хорошо разбирается в реалиях российского образования Даже в начальной школе изучают историю Прикиньте, а я не работал в началке Но я это знаю Возможно, поэтому я не предлагаю новые уроки вводить Вот учебник окружающего мира Плешакова Здесь и история, и война, и внимание Даже про Сталинградскую битву говорится В учебнике начальной школы рассказывается об этой героической странице нашей истории Все в порядке А теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос Зачем нам предмет-дублер? Если вам кажется, что в школу можно закидывать любые новые уроки Вам только кажется Есть определенные установленные границы по нагрузке За которые выходить нельзя И если вы что-то добавляете Вы чаще всего что-то и отнимаете И как показывает практика Отнимается чаще всего у основных предметов Да кому эти математики с русским нужны? Прежде чем говорить, что дети начинают изучать только в Просто ради разнообразия Загляните в планы воспитательной работы Учителей начальной и средней школы Вот просто первое, на что наткнулся в интернете Все еще начальная школа Конкурс детского рисунка на военную тему Оформление выставки книг Периодических изданий, посвященных Великой Отечественной войне Просмотр фрагментов из кинофильмов Конкурс чтецов военных стихов Возложение цветов к памятнику Победы 9 мая И в день освобождения села Сбор учащимися материалов участников войны Ко дню Победы дети вместе с родителями вышивали платки памяти Подготовка оформления стенда Никто не забыть, что не забыто Дети из дома принесли фотографии участников войны И на классном части мы оформили стенд Беседы, классные часы, посвященные Великой Отечественной войне В этом году проведены классные часы Дети на войне, блокады Ленинград, война в нашем селе, урок мира, труженики тыла Конкурс сочинений Мои родственники в годы Великой Отечественной войны Изготовление подарков для ветеранов Великой Отечественной войны И это, внимание, еще ни слова не сказано об уроках литературы А я, как преподаватель этой самой литературы, знаю Что каждый год мы изучали с детьми произведения о Великой Отечественной войне И это не один и не два урока И после этого говорить, что ученики только в старшей школе Кому-то кажется, что школьники сейчас мало знают о войне И это, в общем-то, правда Но у меня еще складывается впечатление, что современные дети Только о войне да о Гагарине, в общем-то, хоть что-то дознают И да, о Гагарине уже так У нас в школьной жизни два основных исторических события Великая Отечественная война и первый полет человека в космос Ну, по факту, в общем-то, все Да, для многих открытие, что Вторая мировая война началась не в 41 году А закончилась не 9 мая Я ни в коем случае не хочу сказать, что не стоит уделять столько времени Событиям Великой Отечественной войны Нет, это действительно самая героическая страница нашей истории Но просто когда очередной депутат заводит речь об отсутствии воспитательной работы в школе И папка классного руководителя Я для тебя какая-то шутка, что ли? Дети изучают войну только в старших классах В школе нет того, в школе нет сего У меня реально подгорает Пожалуйста, прежде чем что-то менять и модернизировать Хотя бы разок в настоящую школу загляните Главное, у Министерства просвещения о реальной ситуации не спрашивайте Там, похоже, тоже не самые свежие сведения Субтитры сделал DimaTorzok